В Алматы выясняют причину крупного пожара в многоэтажке на окраине города, чего произошло ночью. Спасателям пришлось эвакуировать 20 семей. В свои квартиры жильцы не могли попасть несколько часов. Очевидцы рассказывают, что возгорание началось на одной из балконов, но после огонь перекинулся на кровлю дома. Хронология происшествия, материали Бауржана Апсиитова. Хороший ремонт был, натяжные потолки были, новые обои были. Стенка прям не новая была, но нормальная. Сейчас вот посмотрите в каком состоянии. Ольга Бикетова практически всю ночь разбирала уцелевшие вещи в квартире матери. Говорит, придется снова делать капитальный ремонт. Заменить предстоит почти все. От сантехники до мебели. Дом в ужасном состоянии. Квартира наша. Весь дом в ужасном состоянии. Весь третий этаж. Крыши нет. Все, кто живет на третьем этаже, сильно пострадали. Балконов вообще нет. Потолков вообще. Ну как вот, все сгорело. Там зола. Места живого нет. Одни стены закопченные. Горит кровля полностью. Эти кадры сделали сами жители. Поздно вечером на окраине Алматы загорелась трехэтажка. Огонь стремительно разрастался и самостоятельно потушить его люди уже не смогли. К приезду пожарных полыхал практически весь верхний этаж и кровля. На мой получается, когда со второго этажа ты не увидишь где. Увидели, что оттуда идет огонь. И все. И бегом бежать детей. Двое детей дома. Все воняет. Потопы. Именно дымом. Вчера невозможно было зайти. Сегодня вот вроде проветриваем. Все вещи убираем. Все вывозим. Диваны. Все. Вот это провонялось. Нереально. Возгорание началось на третьем этаже. Постепенно пламя по деревянным перекрытиям перекинулось на кровлю. К слову, совсем недавно чердак жители отремонтировали и освободили от бытового мусора. Тушили пожар больше 70 человек. И лишь к полуночи им удалось полностью справиться с огнем. Из дома эвакуировали около 27. В том числе семерых детей. Погорейцам сразу предложили временное жилье. Но многие отказались и сейчас живут у родственников. Пожарными обнаружено горение балкона с переходом на кровлю трехэтажного двухподъездного многоквартирного жилого дома на общей площади 300 квадратных метров. Создалась угроза перехода огня на все квартиры третьего этажа. Жертвы пострадавших не допущено. Причины возгорания специалисты пока не озвучивают. А в районной администрации уже создали штаб помощи Погорельцам. Там собирают вещи и продукты. А также решают вопрос с компенсацией. Чиновники осмотрели все пострадавшие квартиры. На месте продолжают работать дознаватели. Они изучают возможные причины ЧП. Озвучить их намерены в течение нескольких недель.